В одной из краснодарских новостроек несущие конструкции рассыпаются словно труха. Это сняли на видео рабочие. Здесь опалубку залили, как оказалось, с использованием поддельного цемента. В Краснодарском крае почти половина тарированного цемента в мешках – контрафакт. Им торгуют на придорожных рынках. Но и крупные гипермаркеты – не исключение. Последняя проверка показала, что только в Краснодаре в пяти магазинах был найден фальсификат. На упаковке указана прочность цемента, но она не соответствует действительности. Самый ходовой товар с маркировкой 500. Это означает, что один кубический сантиметр смеси может выдержать нагрузку до полутонны. Из такого цемента строят высотные здания. Он отлично подходит для фундамента и несущих конструкций. А материал с маркировкой 300 сильного давления не выдержит. Он годится только для отделочных работ. Дмитрий Супряткин может с первого взгляда определить, где цемент настоящий, а где опасная подделка. На протяжении 10 лет он выводит на чистую воду тех, кто прикрывается известными марками. Отсутствует адрес изготовителя, производитель данного цемента. Кроме того, отсутствует сертификат соответствия, как на оригинальном мешке, где указывается его номер, срок действия, по какой он действует и кто выдал орган, выдавший данный сертификат. Вот так на рынке продают цемент от якобы известного производителя в фирменной упаковке. Убедиться, что стройматериал на прилавке подлинный, можно, изучив надписи на мешке. Наименование марки и класса цемента, контакты производителя и знак госстандарта. За прошлый год предприятия Кубани произвели около 5,5 миллионов тонн цемента. Наша конкретная производство имеет мощность 2 миллиона тонн цемента в год. Ну, соответственно, с учетом завода Пролетария, Верхнебаканский, мы полностью можем обеспечивать южный регион высококачественным цементом. Качество цемента определяет его состав. На заводах обычно смешивают карбонатные и глинистые горные породы. Но в Новороссийске ставку делают на Мергель. Это природный сплав двух составляющих качественного цемента. Здесь цемент после помола отправляют в отдел технического контроля. Специалисты проверяют не только собственную продукцию. На экспертизу съемочная группа привезла один из мешков поддельного стройматериала. Хрупкий цемент состоит из различных примесей, таких как зола и шлак. Их доля может достигать от 30 до 60%. Такой состав не способен выдерживать давление стен даже в частном двухэтажном доме. Между тем, цемента, который производят в регионе заводы по техническим нормам, достаточно, чтобы выполнить заказы всех стройплощадок в крае. Для нас очень важно сегодня, чтобы та продукция, которая производится, отвечала всем требованиям. И мы, к сожалению, фиксируем сегодня факты наличия на рынке продажи строительных материалов продукцию некачественную, продукцию контрафактную, промышленную продукцию. Эти объемы оцениваются в порядка 25% от общего объема торгового цемента. Или в деньгах, к примеру, наши предприятия теряют около 1 миллиарда рублей ежегодно. Но самое страшное – подделки угрожают жизни кубанцев. С контрафактом сейчас борются на краевом уровне. В регионе создана специальная межведомственная комиссия, задача которой не только убрать некачественный цемент с полок магазинов, но и закрыть незаконных производителей. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.